Спустился вниз водички попить, а там дочка как раз там занимается маникюром и слушает какую-то блогершу, которая втюхивает, что для разжижения крови надо, я принимаю там две таблетки, вот того-то, четыре таблетки вот этого, чтобы кровь разжижалась, там витамины, то-се, вот такие вот, и она там, знаете, втирает, втюхивает и так далее, так далее. То есть разжижение крови, насыщение ее там различными там питательными веществами, и все там здоровье, и красота, и пятое-десятое. Вот, и мне еще на эту тему пришло такое сообщение. Игорь Петрович, доброе утро. Сильно тоскую, потому что нельзя с вами так оперативно договориться по съемке, и вот целая состыковка такая глобальная нужна для этого. Но давайте потихоньку будем к этому стремиться. Я извиняюсь, что, наверное, у вас-то еще рано сильно, у нас 9 утра, у вас, наверное, 6. Я извиняюсь, надеюсь на то, что я вас не разбужу. У меня, смотрите, какой потенциально вопрос. Понятно, баня баней, пользу рассказывать можно хоть сколько. Для всех людей бани одинаково. Я бы хотел, чтобы мы для нашей бани разработали очень четкий сценарий. Прям очень четкий сценарий. И я смотрел вашу передачу давно про соду, и вы рассказывали про защелачивание. И можем ли мы говорить о том, что в день, когда ты идешь в баню, чтобы сходить, выпить соды с утра, есть ли в этом польза, и как это сделать, и есть ли в этом нужда и потребность для организма. То есть баня тогда пройдет лучше, или как это повлиять может? Может быть мы найдем с вами какой-то рецепт, чтобы баня еще эффективнее сработала, чтобы кровь еще более разжижилась, еще более прокачалась в бане, потому что все же сильно замедленные и стареют с крейсерской скоростью. То есть мы говорим о людях, которым за 45. Вопрос идет о разжижении крови. Значит, вот так, блогер же внизу по телефону там втюхивала, можно так сказать, дочки. Ну просто было что-то записанное, что надо японское вот то-то использовать, на такие-то, такие-то, вот такие вот таблетки, вот это там, то-то, 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 пятое-десятое для разжижения крови. И тут опять задается вопрос такой, что там разжижает там кровь. Я немножко на эту тему рассказывал, но еще разок вам повторю, чтобы вы понимали, что там разжижать, на чем там это все это дело разжижается и так далее. Кровь можно разделить на две большие части. Это на жидкость, в которой растворены соли и на разные белковые вещества, которые там имеются. А именно, это эритроциты, там тромбоциты, потом лейкоциты, иммунные тела. И все это вместе, естественно, циркулирует по крови. И в зависимости от особенностей, допустим, вот этой белковой части, или же жидкой части с растворением этих солей, может повышаться ее вязкость. Итак, мы с вами говорили о том, что кровь имеет две большие составляющие. Это белковая, краснокровенные тельца, иммунные тела, лейкоциты, лимфоциты, все это там такое. И плюс жидкая часть, это разного рода вода, в которой растворены соли, а также находятся различные питательные вещества, будем так говорить. Таким образом, в зависимости, разберем влияние, кратко разберем влияние пищи на жидкую часть крови. Если мы с вами едим много соленой пищи, то жидкая часть становится тяжелой. Она уже от этого загустела и крови, вернее, не крови, а сердцу надо больше энергии, для того, чтобы все это проталкивать. Естественно, организм, организм в любом случае поступило много соли в кровь. Он стремится к тому, чтобы нормализовать состав крови, да, наиболее оптимального, который нужен для жизнедеятельности. Значит, включается в работу почки, сбрасывая. Первое, значит, соленая пища. Второе, это сладкое. К сладостям здесь следует отнести, это сахар. Оказывается, сахар сушит кровь, делает ее вязкой. То есть, если вы много употребляете сладостей всевозможных, это, естественно, влияет на вязкость крови, ухудшая ее, значит, вот эти вот циркуляторные характеристики. Если вы употребляете много крахмалистой пищи, крахмалистая пища представляет собой крахмалистый клей, чтобы вы понимали. И если она, не дай бог, плохо обработана в желудочно-кишечном тракте, то вот эти крахмалистые частицы попадают в кровь и делает ее уже, опять-таки, характеристики более вязкой, чем она должна быть. Это неблагоприятно сказывается на вязкости крови, на ее текучестве. То есть, поняли? Соль, сахар, крахмал. Также и действует примерно и белковая пища. Особенно, допустим, знаете, не всякая белковая пища, а особенно это будет действовать продукты, в которых входит казин. Это, как правило, творог, молоко и там молочные продукты, кисломолочные продукты. Несмотря на что, кисломолочные продукты. Потому что казин, который нужен для того, чтобы у коровы росли рога шерсть копыта, в таком количестве нам не надо. Казин является мощным столярным клеем. И если мы хотим с вами склеить камни в печени, в желчном пузыре, в мочевом пузыре, в почках, пожалуйста, заливайтесь молоком. Молоко должно употребляться, если вы его перевариваете, в умеренном количестве. Чтобы вы понимали. То есть, пища белковая, особенно с содержанием казина, также делает кровь более густой. Большое количество мясной пищи также делает, потому что белок поступает, белок своего рода слизь, поступает в кровь, всасывается, хотя там вроде желудочно-кишечный тракт должен его измельчить уже в виде там каких-то мельчайших частиц, всасывать. Но тем не менее, это влияет на характеристики. Чем больше у вас пищи белка, тем, значит, кровь будет гуще. Естественно, на состояние густоты крови будут влиять и жиры, сало, масло, особенно твердые там жиры, да и растительные масла. То есть, если вы хотите, смотрите, просто-напросто сделать свою кровь более текучей, значит, вот этих продуктов, о которых я вам перечислил, употребляйте их поменьше, а побольше тех продуктов, которые снабжают наш организм вот этой вот органической водой. То есть, это будут там свежевыжатые соки, это будут свежие овощи и фрукты. Но только не зимой. Вот зимой это поменьше. То есть, питаться надо вообще-то там посезонно. Итак, мы разобрали влияние пищи на жидкую часть крови. Теперь у нас остается еще вот эта вот белковая часть в виде эритроцитов, лимфоцитов, лейкоцитов и иммунных тел. Определенное количество вот этих всех, перечислил, что я перечислил, концентрация должна присутствовать в крови. Ну, начнем сразу с модных процедур, с помощью которых пытаются поднять иммунитет и повысить количество иммунных тел. Количество иммунных тел у нас повышается, а это же белковые вещества, что сразу же делает кровь более вязкой. Раз кровь более вязкая, начинает от этого возникать разного рода трюмбы, что и наблюдаем мы. Теперь коснемся эритроцитов. Каждый эритроцит должен иметь заряд, благодаря которому они отталкиваются друг от друга и за счет этого легко и просто проходят по капиллярам. Если заряд у эритроцитов начинает отсутствовать, они начинают слепаться вот таким вот образом. То есть они слепаются в стопочку, как монеты. Раз. И у нас получается такая, как стопка монеточек, которые не проходят. Возникают причины к тромбообразованию, к закупорке, естественно, со всеми вытекающими последствиями. То есть надо эти частицы заряжать. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас кровь текучая была, чтобы эритроциты были здоровы, а здесь необходимо, в первую очередь, это движение на свежем воздухе. Обычное движение в виде ходьбы, которое способствует тому, что кровь нормально циркулируется, и эти эритроциты во время ходьбы, они заряжаются. И за счет этого идет нормальная циркуляция крови. Что касается употребления продуктов, особенно свежевыжатых соков, то они богаты как и структурированной водой, так и заряженной пищей. Вот эти все частицы фруктов, частицы овощей, они несут заряд. Этот заряд, естественно, попадает в наш организм и способствует тому, заряжает и эритроциты. В результате у нас кровь становится более текучей, то есть до нормы. То есть пища этому способствует. Плюс важно понимать, что у нас имеется общий заряд организма, благодаря которому как раз вот эти заряжаются все частицы. В нашем организме все частицы, самые маленькие, они называются мицеллы, все это заряжено. Как только теряется заряд, вот эти вот частицы, которые, как бы сказать, способствуют тому, чтобы все это было текучее, они начинают слепаться. Так вот, общий заряд нашего организма, он, будем говорить, повышается, поддерживается, благодаря тому, что человек носит естественную одежду, он носит обувь, подошва которой не отделяет его от земной поверхности. Полы должны быть, знаете, такие, которые бы не вызывали вот этого электростатического эффекта и так далее. Это тоже уменьшает заряд. То есть одежда, обувь должны быть соответствующие, более натуральные, для того, чтобы этот заряд не рассеялся. И плюс, естественно, движение. Ну и воздух тоже должен быть свежий, содержать какой-то заряд, который бы способствовал подпитке организма в целом. И плюс движение. Когда человек идет по земной поверхности, то его организм по отношению к поверхности земли представляет типа электромотора, где статором будет поверхность земли, а ротором само тело человека, которое передвигается вот в этом магнитном поле и подзаряжается. Вроде бы как-то звучит несколько так, знаете, наивно и нереально, но тем не менее. Если мы с вами движемся, умеренно движемся, регулярно движемся, то у нас особо не возникает никаких осложнений с циркуляцией крови. Как только мы легли, вот вроде бы человек лег, вроде бы хорошо. Что возникает? Возникает пролежний. Из-за того, что как раз уменьшается заряд, общий заряд организма, который уже влияет на то, что частицы, недополучая этого заряда, они начинают, не отталкиваются, а слепаются. И получаются вот такие вот конгломераты, которые в конце концов, опять-таки, приводят к тому, что повышается в начале давление, далее, значит, у нас там или сям могут появиться там тромбы, соответствующий вывод сделайте сами. И при этом, вот при этом, я вам перечислил, вот какие там таблетки надо принимать, для разжижения, или еще для чего-то, еще для чего-то. Можно использовать воду, талую. Талая вода способствует тому, что она вот как раз добавляет и заряда в наш организм, в нашу кровь, разжижая ее, вот талая вода, там, в которой плавает лед. Ну, говорят еще, пропущена через магнитотрон вода. Кстати, вы можете посмотреть мой фильм о воде, выложу на канале, и там кое-что там подчеркну, там для себя. То есть, все это можно добиться естественными средствами. Плюс, если вам нужны какие-то витаминные добавки, то вы используете блюда на основе проросшей пшеницы. Особенно сейчас этим надо заниматься. Можно использовать, знаете, и травяные чаи, некоторые травяные чаи, они обладают таким, знаете, действием, который умягчает воду. Это, прежде всего, спорыш, полевой хвост. Вот вода делается мягкая, мягкая, значит, она более текучая. То есть, вот эти вот часы, чаи. Если вы будете использовать, ну, допустим, там, такие чаи, в которых, знаете, много красящих веществ, это уже, ну, не совсем там благоприятно на, там, самым, будет сказываться на густоте крови. То есть, они, как бы сказать, ее не будут немножечко делать более такой вязкой. Если вам необходимо пополнить организм минеральными веществами, то для этого вы вместо соли используете соль из морской капусты. Сухую морскую капусту перемалываете и используете ее, как обычную соль. В ней содержатся, вот, практически все минеральные вещества, которые нужны организму, потому что она растет в океане, в котором растворены практически все соли, которые имеются на земле. Вот такие вот дела. Умеренность еще в питании. То есть, когда слишком много человек за раз съедает пищи, то все это, естественно, должно всосаться и вот этот вот процесс всасывания, он, всасывание и распределение этих всех пищевых веществ через кровь туда-сюда, он приводит к тому, что она временно теряет свои такие характеристики, но оно в смысле нормальное, ну, будем говорить, вот, несколько становится более там вязкой. Поэтому лучше питаться дробно, лучше питаться так, чтобы у вас питание было разделено, все быстро переварилось, усвоилось и появилось чувство голода. Вот тогда у вас с вашей кровью, с ее там вязкостью все будет в норме. А когда не понимая вот того, что я вам сказал, вы будете использовать какие-то японские таблетки и при этом надеяться, что вы будете пить кофе, который вяжет с булочкой, которая насыщает кровь вот этими вот клейстером этим и употребляя таблетку, думать, что все и сидеть еще вдобавок, там, что-то там смотреть и так далее и считать, что все у вас нормально, вы глубоко ошибаетесь. То есть, занимаетесь самообманом. А люди, люди там, знаете, они, которые вот эти все эти таблетки и прочее, прочее, прочее делают, они и рады тому, чтобы, значит, вот, как бы сказать, вам угоздить. Да не делайте ничего, вот это вот выпейте, кровь разжижится, все нормально, и вы станете здоровыми, красивыми, умными и даже богатыми. Вот такие вот вещи я рассказал. Это, это простые знания, которые позволяют нашему организму оставаться в здоровом состоянии, а не надеяться на что-то там такое, знаете, заморское, чудотворное, что сделает вас здоровым. В любом случае, вот, послушайте меня, подумайте, сравните, и так далее, и тому подобное, и придите к выводу. Вот что я хотел сказать про вязкость крови. Так вот, немножечко поговорим о благотворительности. Все люди во все времена поддерживали добрые, хорошие начинания. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем, таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики и прочих, прочих, никто не говорит. только здесь, на канале. Об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья. Редактор субтитров